Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Добро пожаловать на видео обзоры от Паблита. Сегодня у нас с вами интересный обзор. Нам предстоит сделать достаточно серьезную и важную работу. Уместить каждодневный набор в небольшую сумку. С одного момента в своей жизни я понял, что мне рюкзаки не всегда уместно и устраивают, и стала необходима небольшая каждодневная сумка. Сумка, в которую влезет все, что я привык носить в рюкзаке. Изделия от Maxpedition меня интересовали уже достаточно давно, но меня смущало то, что данный производитель в своих небольших сумках использует достаточно плотный материал. Это тысячную кордуру, покрытую тефлоном. Вещи такие были достаточно запредельно прочные, но при этом, как говорится, они были достаточно жесткими. Но с выходом на рынок одной интересной модели, их бестселлера, сумки Jumbo в модификации EDS, все для меня поменялось, потому что в этой сумке производитель начал использовать 700-ю кордуру, которая тоньше, гибче, эластичнее. И сегодня я хочу вас познакомить с этой сумкой и попробовать вместе с вами вместить все то, что вы видите на кадре. Итак, встречайте. Вот наша виновница обзора. Достаточно маленькая сумка. Мне тоже для начала, когда я ее первый раз увидел, я вот подумал, что, наверное, все-таки не влезет мне ничего. Что она из себя представляет? Вот очень легкая, вот потому что материал легкий. Вот, достаточно качественно сшита. Сумка с возможностью носить ее как на левом, так и на правом плече и фиксировать вокруг пояса. Давайте попытаемся в нее вложить все, что у нас есть. В первую очередь я ношу с собой бутылку с водой, потому что сейчас жаркая и жара не дает расслабиться и все время хочется пить. Также я гуляю с собакой и воды нам всегда не хватает. Поэтому литровая сумка, бутылка в сумку легла достаточно удобно. Сейчас мы ее зафиксируем. Зафиксировали. Чтобы сумка не выпадала, вы видите, внутри есть затяжка, которая позволяет достаточно плотно зафиксировать горлышко бутылки. И она никуда у нас не уйдет. Так, что у нас есть дальше? Дальше у нас есть аптечка. Аптечка большая. Аптечка у меня подробная. Не буду останавливаться на деталях. Лишь вам покажу, что в ней очень много всего. Вот, и она габаритная. И все мне необходимо. Поэтому мы ее вложим в основное отделение. Вы видите, в сумке есть три отделения. Одно сетчатое, одно основное большое и одно тканевое. Вложим в основное отделение сумки. Так, дальше. Что я ношу с собой? Я ношу с собой органайзер с каждодневным набором. У меня здесь находятся фонарики. Вот, лезерманы, точилки. Чуть-чуть паракорда, чуть-чуть затяжек. В общем, такое, что необходимо каждый день для настоящих мальчиков. Поэтому мы тоже его вложим в основной отдел. Так, что у нас дальше? Книжка электронная. Люблю читать. Бывает, когда кого-то ждешь. Удобно, чтобы она была с собой. Вложим ее в боковой отдел. Так, дальше. Документы на машину. И вообще документы. Вот, вложу в сетчатый карман. В этой сумке вы знаете, что есть отделение под пистолет. Оно достаточно габаритное, удобно доставать. Поэтому в пистолет мы вложим в специализированное отделение. Так, телефон. Для телефона я решил выбрать вот такое вот решение. Это чехол на клипсе. Вот, он удобен тем, что если вам необходим телефон, вы можете снять его с сумки и одеть вплоть до шорт. И использовать его как отдельное решение или как гарнитур в сумке. Вот у нас есть специальное крепление под него. Мы его застегиваем на сумку. Здесь есть, вы знаете, небольшой потаймой карманчик. Кто не знает, показываю. Вот, сюда очень удобно ложатся вот эти вот нужные в хозяйстве предметы. Вот, их не видно, но они все время под рукой. Так, что у нас дальше? У нас есть очки. Вот, чехле в плотном. Я их размещаю в боковом кармане. Как будто под него и шит, вы видите. Так, что у нас осталось дальше? У нас осталось несколько ножиков, ручки, магазины. Давайте попытаемся это все разместить в сумке. Фонарик. Нужная вещь. Пару аккумуляторов запасных. Нужная вещь, согласитесь. Ручка. Блокнот. Кошелек. Гель для обработки рук. Ключи от автомобиля. Сумочка потихонечку растет. Верхний карман. Запасной магазин. Баллончик. Все под рукой. Ножики. Можем выбрать каждодневный нож. И пристегнуть его, вы видите как. Он никуда не уйдет. И будет у вас под рукой. Если без клипса, вы, соответственно, положите его с собой. В сумку. Что немаловажно. Вы прекрасно знаете, что не только девушки украшают свои вещи. Мальчикам тоже это важно. Поэтому. Предусмотрены на сумке места под нашивки. На липучках. Все у нас есть. Так. Цельничек оторваем. Что у нас получилось? Мы практически справились. Но. Сейчас по вечерам прохладно. И я хочу с собой положить еще ветровку. Регулировок сумки, вы видите, хватает. Для того, чтобы ее застегнуть. И все, что мы, в принципе, захотели сюда положить. Все влезло. И все у нас под руками. Сумка, при этом, вы видите, не выглядит достаточно габаритной. Она имеет небольшие размеры. Вот. И достаточно подъемная. Имеет рукоятку для переноса. И чтобы не давил ее вес на плечо. Вы видите, есть мягкая подкладка, которую вы можете снять. Вот. С нескользящим материалом. Чтобы она не соскальзывалась с плеча. Хочу подытожить. В целом, сумка у производителя получилась очень удачная. Все, что я хотел в ней разместить, у меня влезло. Я надеюсь, она меня будет радовать. Я рекомендую ее вам. В ней все удобно, компактно. И всегда у вас будет под рукой. Спасибо, что меня смотрите. Отдельно я остановлюсь на всех деталях в своем обзоре. Читайте нас. И всего вам доброго.